В этом году в Сарове зарегистрировано более 800 преступлений, на 24% больше, чем в 2017-м. Такой рост в полиции связывают с активизацией мошенников, жертвами которых становятся доверчивые горожане. В целях профилактики стражи порядка начали обходить квартиры и раздавать памятки, где рассказано о том, как действуют злоумышленники и как можно от них защититься. Также фиксируется рост преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В этом году беспокойство горожанам доставила группа подростков, которые совершили серию краж. Одного молодого человека направили в специальное учреждение, второй отбывает наказание в Центре изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Ну и в отношении последнего, там расследуется ряд уголовных дел в Следственном комитете, совершение двумя несовершеннолетними грабежа с насилием в отношении зановых граждан нашего города. Остальные дела, которые находятся у нас в производстве в следственном подразделении и дознании, тоже на соединении к этому уголовному делу направляются. Я думаю, в январе месяце данное уголовное дело будет направлено в суд. Что касается ужесточения закона о тишине, то Саровская полиция начала работу и в этом направлении. Гражданин, у которого соседи шумят, обращается в полицию, пишет заявление. Полиция проводит проверку, составляет материал, потом протокол, направляет протокол для осмотрения в суд и суд принимает решение про лечение к ответственности. В принципе, статья рабочая, работает. В этом году прошло сокращение личного состава ГИБДД. Однако, благодаря наличию технических средств, в том числе камер на основных перекрестках, свои задачи сотрудники дорожной полиции выполняют в полном объеме. Самим же водителям также не стоит забывать о культуре вождения.